Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен моделированию и распространению пепловых облаков и шлейфов во время эксплозивных извержений вулканов в Камчатке. Сначала я немного расскажу о том, что такое вообще эксплозивные извержения вулканов, какую опасность они представляют для населения и народного хозяйства. Опишу некоторые модели, которые используются при оперативном прогнозировании распространения пепла, возникающего при таких извержениях. И расскажу о совместном использовании, анализе спутниковых данных и результатах моделирования. Как известно, Камчатка и Курильские острова являются одними из наиболее вулканически активных районов мира. Всего на Камчатке расположено около 100 вулканов. Из них 30 вулканов активны, то есть они извергались в недалеком периоде времени. В 21 веке по статистике каждый год происходит извержение умеренной силы от 2 до 8 вулканов. При этом происходят порядка 5-30 эксплозивных событий с выборством пепла до 7-15 км над уровнем моря. То есть эксплозивные события представляют собой взрывы длительностью нескольких минут, вызванные быстрым выделением вулканических газов из магмы, поднимающейся на поверхность. Особое место здесь занимают катастрофические эксплозивные извержения вулканов. Здесь приведена фотография пеплового облака от извержения вулкана Безымянный, произошедшего 30 марта 1956 года. Данное облако поднималось до высот 45 км. И во время таких катастрофических извержений происходит выброс порядка нескольких километров кубических размельченных пород. При этом относительно большие частицы, такие как, допустим, вулканические блоки и бомбы, а также лапили, они выпадают на расстояниях порядка 50 км от вулканов. А более мелкие частицы с размером менее 2 мм, называемые вулканическим пеплом, могут переноситься на расстояние более чем на тысячи километров от вулканов и таким образом представлять опасность для населения и народного хозяйства в региональных и глобальных масштабах. Собственно, какую опасность представляет вулканический пепел? При выпадании на поверхность из облаков и шлейфов может происходить, во-первых, это обрушение крыш строений, нарушение функционирования инфраструктуры населенных пунктов, то есть это происходит затруднение движения автотранспорта, загрязняются источники воды, системы кондиционирования, вентиляции и так далее. Также вулканический пепел при вдыхании может вызывать аллергические реакции у людей, а также различные респираторные заболевания. Также вулканический пепел влияет на сельское хозяйство, то есть он может вызывать повреждения или уничтожение сельскохозяйственных посадок. Но наибольшее влияние вулканический пепел, облака вулканического пепла и шлейф они оказывают на безопасность авиаперевозок. На данном слайде приведена карта международных авиатрасс северо-западной части Тихоокеанского региона. Мы видим, что авиатрассы пролегают непосредственной близости от вулканов Камчатки и Северных Курил, и также Аляски, и Японии. И по данным авиатрассам ежедневно перевозится порядка 50 тысяч пассажиров. По этим маршрутам осуществляются все перелеты из США в страны Азии, происходят по этим маршрутам, а также многие грузовые авиаперевозки, которые выполняются из Европы, происходит перезаправка самолетов в Анкориджи, и они тоже следуют по этим маршрутам. И при этом на данном слайде также представлена диаграмма направления распространения пепловых шлейфов от вулканов Камчатки в 2012-2018 годах, созданная по данным информационной системы Кверт. Из них мы видим, что основные направления распространения пепловых облаков и шлейфов от вулканов Камчатки – это восточная, юго-восточная, то есть пепел сносится именно на эти авиатрассы. При этом при попадании самолета в данное облако из-за абразивных свойств пепла происходит, во-первых, коррозия лобовых стекол и посадочных огней, обдирание краски самолета и коррозия поверхности. Мелкие частицы пепла могут проникать в кабину и вызывать задымление и активацию пожарной сигнализации. Нарушается работа системы механизации крыла, засоряются приемники воздушного давления, что также влияет на правильность показаний скорости движения самолета и работу различных автоматических систем. Также пепел значительно влияет на двигатели самолета, то есть он вызывает коррозию лопаток компрессора, засоряет форсунки топливные, воздушные фильтры, происходит загрязнение датчиков температуры. Из-за того, что температура плавления бухонического пепла ниже, чем температура сгорания топлива, он осаждается на элементах турбины двигателя, что может приводить к его остановке и снижению эффективности его работы. Всего с 1953 по 2015 год произошло 224 инцидента, связанных с попаданием самолета в облако-вулканического пепла. Из них, в 43% этих случаев происходило повреждение внешней обшивки самолета и его двигателей. При этом в двух эпизодах, связанных с отказом двигателей, это рейс British Airways, самолет Boeing 747 при прохождении через облако пепла от извержения вулкана Гаунгунг над Явой в 1982 году. У него отказали все четыре двигателя, передопустить которые удалось на высоте только четырех километров после 15 минут планирования самолета. При этом при посадке пилотам приходилось наблюдать за посадочной полосой из боковых частей стекол кабины из-за того, что эти стекла были сильно повреждены и практически через них не было ничего видно. Еще один такой же случай произошел также с Boeing 747 компанией КЛМ при прохождении через облако пепла от вулкана Редао в 1989 году. Таким образом, становится понятно, почему обнаружение пепловых шлейфов, их отслеживание и прогноз перемещения являются актуальной и важной задачей, от которой зависит в том числе и безопасность движения самолетов. В настоящее время для обнаружения и отслеживания пепловых шлейфов применяются различные инструменты исследования, различные данные. Это, допустим, такие, как лицеты сейсмологии, это видеонаблюдение за вулканами, спутниковые данные и различные наблюдения с помощью радаров и лидаров. При этом стоит отметить, что большинство вулканов расположены в удаленных областях от населенных пунктов и за большинством из них отсутствует возможность проводить постоянное видеонаблюдение, также устанавливать какие-то сейсмостанции и так далее. И в данном случае основным методом мониторинга вулканов остается спутниковый мониторинг. При этом все данные, которые мы получаем с помощью этих видов наблюдений, они используются при прогнозировании распространения пепла, выполняемые с помощью различных моделей. Эти модели используются для того, чтобы, во-первых, проводить оперативное прогнозирование распространения пепла в тот момент, когда возникает какое-то эксплозивное событие на вулкане, для информирования различных заинтересованных лиц, авиакомпании и так далее. Также моделирование может применяться для исследования некоторых исторических событий, для которых у нас отсутствуют данные по распространению пепла. Основными компонентами любой модели распространения пепла являются, во-первых, модель источника, который описывает высоту облака, массовый расход вещества, вертикальное распространение массы в облаке и другие параметры начальные. Следующая это модель распространения примеси, которая включает в себя перенос, диффузию, а также сухое влажное осаждение. Также может учитываться агрегация частиц пепла, некоторые химические процессы. Также при моделировании нам необходимы метеорологические данные, которые могут использоваться, во-первых, это результаты непосредственных наблюдений, получаемых с помощью, допустим, метеозондов, прогнозов, поля, очисленных моделей прогнозов погоды, а также некоторые результаты работы проектов реанализа. Но проекты реанализа используются при исследовании каких-то исторических событий. На данный момент разработано большое число моделей распространения вулканического пепла, при этом я бы хотел провести небольшой обзор моделей, используемых в так называемых центрах ВАК, это консультативные центры по прогнозу распространения вулканического пепла. Данные центры были основаны в 90-х годах, после того, как стало понятно, что приплывы облака представляют большую опасность для авиации, они были основаны международной организацией гражданской авиации. Собственно, весь мир был поделен на зоны ответственности данных центров, и каждый из них применяет различные модели распространения пепла. То есть всего у нас получается эти центры расположены в Анкоридже, Буэнос-Аресе, Дарвине, Лондоне, Монреале, Токио, Тулузе, Вашингтоне, Веллингтоне. Они используют 8 уникальных моделей. Данные модели постоянно совершенствуются, идет их практическое использование, уточнение и улучшение. На данном слайде приведены некоторые характеристики данных моделей. Мы видим, что основные, что большинство из них могут учитывать горизонтальный вертикальный перенос пепла, диффузию и также сухое осаждение. Некоторые могут учитывать влажное осаждение и агрегация частиц пепла, формы, газовой составляющей. Химические процессы в данный момент являются экспериментальными опциями, которые реализованы не во всех моделях. данные модели по подходу используемого к моделированию спасания пепла подразделяются на Эллеровы и Лагранжевы. В Лагранжевых моделях облако пепла представляется в виде некоторой совокупности модельных частиц, координаты которых непосредственно отслеживаются с течением времени. Основным преимуществом данных моделей является их низкая вычислительная сложность при оперативном прогнозировании распространения пепла. Но у таких моделей есть недостатки. Если нам нужно определить какие-то количественные характеристики облака пепла, это, допустим, концентрация пепловых частиц некоторой части облака, масса пепла выпавшего на поверхность, нам нужно значительно увеличивать число модельных частиц, что увеличивает учительную сложность модели. И при этом значительно увеличить число частиц нужно при распространении пепла на больших расстояниях. Поэтому данные модели используются при оперативном прогнозировании распространения пепла порядка нескольких часов, суток от момента извержения. С другой стороны, эллеровые модели основаны на некоторых уравнениях неразрывности, которые решаются различными сеточными методами. данные модели несколько более вычислительно затратны, но они позволяют определять различные количественные характеристики облаков пепла, особенно при их распространении на большие расстояния. Также существует еще один подход, гибридный подход, когда распространение пепла на небольших расстояниях от вулкана моделируется с помощью лагранжевого подхода, в дальнейшем идет инициализация эллеровой модели и дальнейшее прогнозирование распространения пепла. К таким моделям относится модель High Split. Из всех этих моделей только модели Fall 3D и модель Path имеют свободную реализацию и распространяются доступны для исследователей. Поэтому я хотел бы остановиться на этих моделях более подробно. Собственно, на данном слайде приведена итерационная формула для расчетов координат модельных частиц. Здесь через RIT обозначено положение некоторой IT-частиц в момент времени T. Через дельта T это шаг по времени. W от это вектор скорости локальной скорости ветра. Z T турбулентная диффузия и S T T это осаждение частицы под действием гравитации. То есть мы инициализируем некоторое облако модельных частиц и начинаем итерационный процесс вычисления координат этих частиц и эволюцию положения этих частиц с течением времени. Турбулентная диффузия здесь описывается методом случайного блуждания, который заключается в том, что на каждом шаге итерационного процесса мы прибавляем к положению частиц некоторое вектор случайно распределен нормальных распределенных случайных величин с нулевым отожиданием и среднеквадратическим отклонением C, где C вычисляется по формуле приведенной на слайде. Здесь у нас учитывается коэффициент диффузии. Осаждение частиц вычисляется по закону Стокса, так как у нас происходит распространение пепла на больших высотах и вносит ламинарный характер. То есть здесь применим закон Стокса, формула которого приведена на данном слайде. Здесь учитывается радиус частиц, плотность породы и динамическая вязкость воздуха. Данной моделью поддерживается модель источника линейная линейная, когда выброшенный пепел распределяется равномерно по высотам полосона, когда распределение носит характер распределения полосона, экспоненциальное распределение. Также можно задавать различные варианты распределения частиц по размеру, то есть можно сделать нормальное распределение с некоторыми характеристиками, либо фиксированное процентное соотношение частиц различных размеров. В отличие от модели Этлогранжа модели ПАВ, Эллерова модель ФАЛ-3Д основывается на уравнении неразрывности, которое приведено на этом слайде. Здесь мы вычисляем концентрацию пепла в некоторой области, учитывается вектор скорости ветра, скорость срождения частиц, коэффициенты диффузии, а также задается функция источника. В данной модели нам необходимо учитывать массовый расход вещества, то есть это масса вещества, выбрасываемая из вулкана за секунду времени. Данный параметр может вычисляться по простейшей эмпирической формуле, которая приведена на слайде, показывает зависимость высоты шлейфа от объема расхода вещества, которое потом преобразуется в массовый расход вещества. На данном графике приведена зависимость между высотой пеплового облака и параметром этим массовым расходом вещества. Здесь изображено вычисленный массовый расход вещества для некоторого списка хорошо задокументированных извержений. Мы видим, что собственно существует большой разброс между реальными высотами пеплового облака и определяемым параметром. Это связано с тем, что высота облака зависит от скорости ветра, от интенсивности выброса на различных метеоусловий, влажности воздуха, скорости ветра и так далее. То есть для больших предельных данного параметра может поделяться с погрешностью на порядке величины. Для функционирования данных моделей мы должны использовать различные метеоданные. Это по скорости ветра и температуре. Можем использовать, во-первых, результаты наблюдений, то есть это профили скорости ветра и температуры, которые получены с помощью, допустим, метеозондов. Но мы получаем эти измерения в какой-то одной точке. потом экстраполируем их на всю область моделирования, тут получаются очень большие погрешности в определении распространения пеплого облака. Поэтому эти данные практически не используются в настоящее время. В основном используются различные метеорологические поля от численных моделей прогнозов погоды. при этом могут использоваться как глобальные данные, допустим, от моделей GFS, которые имеют разрешение до 0,25 градуса, так и более подробные метеоданные, это от мезомасштабных прогнозов погоды, моделей прогноза погоды, допустим, WRF, так и локальных моделей, допустим, так, CalMed. Для того, чтобы проводить моделирование пространения пепла от некоторых исторических извержений вулканов, могут использоваться результаты работы проектов реанализа. В настоящее время существует множество этих проектов, допустим, это проект NSEP NK Reanalyze 1, проект японского метеорологического агентства, это GRA55, европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, и также прогноз и также реанализ 2 от тоже NSEP. Они имеют разное временное покрытие, самые ранние начинаются с января 1948 года. И данные проекты реанализа пересчитываются эти метеорологические поля практически до настоящее время. это модели Reanalyze 1 и Reanalyze 2. В качестве примера результатов моделирования, полученных с использованием данной модели, я хотел показать визуализацию результатов моделирования последнего пепла от эксплуатинного извержения на вулкане Шевеллощ произошло 3 марта 2015 года длительностью в 1 час 20 минут. Максимальная высота облака достигла 12 километров. Мы видим, что обе модели показывают схожее положение и форму пеплового облака. При этом максимальная концентрация пепла расположена в облаке, которое имеет наименьшую высоту. Собственно, при выполнении моделирования восстановления пепла нам необходимо загружать какие-то метеорологические данные, производить их преобразование форматы, понятные программным реализацией моделей, настраивать различные начальные параметры моделей, визуализировать эти данные. Данный процесс не очень удобен, он не утратится значительное время, и он не подходит для оперативно прогнозирования распространения пепла от изделения вулканов. Поэтому нами, учительственным центром ДВОРАН, ИКИ, РАН, Институтом вулканологии и геофизики ДВОРАН и центром планеты была разработана некоторая интегрированная информационная система для моделирования энергетов восстановления пепла. она основывается на ресурсах информационных систем ВОКИ, это вулканы Курилла-Камчатской островной дуги, информационная система ВОЛСАТВЮ, а также автоматическая информационная система СИГНАЛ. Здесь на данном слайде приведена схема нашей разработанной системы. При оперативном прогнозировании восстановления пепла нам необходимы данные о происходящих извержениях. Эти данные выпускаются группой КВЕРТ, это Камчатская группа реагирования на эксплуатирование извержения вулканов в виде сообщений о вулканической опасности для авиации, это сообщение ОВОНа. данные сообщения генерируются, заносятся информационную систему в ОКИА, и для того, чтобы они стали доступны нашей информационной системой для модерирования распространения пепла, происходит репликация данных из базы данных данной информационной системы сигнал, в рамках которой реализована модуль для выполнения моделирования, который включает в себя систему по сбору и хранению метеорологических данных от модели GFS и выполнение моделирования дальнейшего. результаты этого моделирования становятся доступны информационной системе WallSatView для последующей работы и визуализации и информационной системе ВОКИА, в которой происходит информация моделирования располагается на странице с данным сообщением о лаконической опасности для данного извержения, и мы можем в реальном времени смотреть динамику распространения пепла от данного эксплазивного события. Собственно, в качестве основы модуля моделирования нами используется реализация модели PAF, выполненная в Аляске в университете города Fairbank Аляска. Почему выбрана модель PAF для выполнения данного оперативного моделирования? Это связано с тем, что при оперативном моделировании нам известны небольшое число параметров эксплазивного события. Это высота облака, пепла и время начала извержения. Поэтому в данном случае лагранжевая модель более толерантна к отсутствию дополнительных данных и позволяет при этом определять высоты пепловых облаков и их опасность для авиации. Собственно, для работы данной модели нам нужны метеоданные в формате NETCDF, параметры извержения, которые мы извлекаем из сообщений вона и некоторые опции программы. Для формирования файлов метеоданных, которые потом используются при моделировании, мы используем прогностическую продукцию модели GFS, о которой я говорил раньше, которая распространяема в так называемом формате GRIP2. это формат, бинарный формат, предназначен для того, чтобы уменьшать объем передаваемых данных для распространения прогнозных метеоданных. В примоделировании нам нужны данные о компонентах ветра, это У и В-компоненты, а также о температуре. Собственно, на основе прогнозных данных NCEP мы формируем некоторую коллекцию GRIP2 файлов, которые включают в себя результаты прогноза данных метеорологических полей и передаем их в качестве входных данных нашей модели. При этом при использовании данного пакета при сравнении данных моделирования с спутниковыми данными мы обнаружили, что в некоторых случаях происходит некорректное определение положения пепловых облаков. При выполнении анализа мы поняли, что из-за того, что данная реализация имеет ограничения по формату NetCDF файлов используемых при моделировании. То есть не поддерживается во-первых переменное времени, которое выражено в секундах и также не поддерживается информация о геопотенциальной высоте в таких файлах. Нами была проведена модификация данного пакета на реализации модели ПАВ, которая позволила решить данные проблемы, а также значительно сократила время, необходимое для подготовки входных метеоданных, необходимых для моделирования. Это является очень полезным свойством, потому что при оперативном моделировании нам нужно сократить время между выпуском сообщений о некотором эксплуатированном событии и получением результатов моделирования. Собственно, в нашей информационной системе наравне с автоматическим моделированием распространения пепла, выполняемой на основе сообщений ВОНа, реализован так называемый экспертный режим работы, в котором пользователь может задавать точные параметры эксплуатированного события, допускать на моделирование, свою задачу на моделирование и получать результат в виде либо набора некоторых графических файлов, также могут быть сгенерированы файлы формата KLM, поддерживаемые в различных GIS-системах. При этом результаты моделирования заносят так называемый в каталог результатов доступной не только информационной системе сигнал, но и информационной системе WallSatView, которая может использоваться для сравнения результатов моделирования с данными дистанционного зондирования Земли. Также в данной информационной системе реализован интерфейс, который позволяет допускать моделирование подстранения пепла от эксплуатированных событий. как можно использовать функциональность нашей разработанной информационной системе WallSatView, которая включает в себя архивы различных спутниковых данных. Как можно использовать спутниковые данные совместно с моделированием. в основном это три основных способа использования данных. Во-первых, это валидация модели подстранения пепла и выработка рекомендаций по выбору в начальных параметрах. Второе, это уточнение параметров эксплуатированных событий, это время начала, длительность и так далее. А также уточнение основных параметров пепловых облаков. Это минимальная максимальная высота облака, распределение частиц пепла по размерам и так далее. То есть сначала я хочу рассмотреть валидацию моделей распространения пепла. Для чего она нужна? Во-первых, это проверяем корректность работы модели распространения пепла. Следующий вариант это оценка применимости данных моделей при оценке применимости при моделировании различных прогнозных метеорологических данных с заданными характеристиками. То есть прогнозные данные метеорологические имеют некоторую свою погрешность в метеорологических полях и поэтому мы должны оценивать, насколько эта погрешность влияет на результаты моделирования. Также можем вырабатывать некоторые рекомендации по выбору начальных параметров моделей. Какая используется методика валидации. Были отобраны эксплуатированные события с свидетельственными характеристиками. То есть это начало длительности максимального высота облака и так далее, полученные на основе наблюдательных данных. Для этих событий должны были доступны данные дистанционного задирования земли. Потом мы проводили моделирование распространения пепла для данных событий и качественное сравнение параметров пепловых облаков. Это направление перемещения, расстояние до вулкана, размеры и так далее, полученные на основе моделирования и фактических данных. Какие используются параметры модели? Дата и время начала мы брали на основе наблюдений. Также в качестве минимального высоты облака обралась высота вулкана. Максимальная высота облака это на основе наблюдений. Массовый расход вещества не использовался для модели ПАВ и вычислялся на основе информации максимальной высоты облака для модели ФАЛ-3D. В качестве вертикального определения массы мы использовали определение Пуассона для модели ПАВ и Судзуки для модели ФАЛ-3D с такими параметрами, чтобы вертикальное определение массы в этих случаях для двух распределений было максимально близким друг к другу. Частицы по размерам имели лог-нормальное распределение со средним значением 10 мкм. Коэффициенты горизонтальной диффузии вычислялись на основе данных о ветре. В качестве металлических данных использовались данные модели GFS. Собственно, для того, чтобы проводить сравнение результатов моделирования с данными дистанционного зондирования Земли, нужно уметь выделять пепел на спутниковых снимках. Основным методом, который позволяет это делать, является метод разности яркостной температуры в инфракрасных каналах 11-12 мкм. Он основывается на особенностях спектра инфракрасного поглощения вулканического пепла и паров воды частиц водяного льда. Точность заключается в том, что облако водяного пара наиболее прозрачно на длине волны 11 мкм и имеет значительное поглощение на длине волны 12 мкм. И при этом для облаков пепла мы имеем то есть у нас получается наоборот, то есть у нас на длине волны 11 мкм идет сильное поглощение и на длине 12 мкм облака практически прозрачны. Поэтому при вычитании из канала 11 данных канала 11 мкм и данный канал 12 мкм мы можем выделить пепловое облако из спутниковых данных. При этом стоит отметить, что данный способ эффективен не всегда. Он работает только тогда, когда облако полупрозрачно, находится на большой высоте. Это нужно для того, чтобы температура облака отличалась от температуры поверхности, иначе мы просто не сможем обнаружить его данным методом. Также оно должно содержать частицы размером от 1 до 20 мкм и не содержать значительное количество динного пара и льда. На следующем слайде представлен пример выделения пепла на спутниковых данных. Это эксплуатизмное событие на вулкане Жупановске 12 февраля 2016 года по данным приборам MODIS 31-32 каналы спутника Терра. На первом изображении у нас приведены данные канала 11 мкм, на втором данные канала 12 мкм и, собственно, вычитание этих двух каналов. Мы видим, что пепловое облако стало хорошо различимым, а метеорологические облака практически незаметны. Собственно, дальше я хочу привести несколько примеров валидации моделей. Это первое эксплуатизмное событие на вулкане Шевелочь произошедшее 15 января 2015 года. Оно имело длительность 30 минут и максимальное область облака состояла 10 км. На данном слайде представлены визуализации результатов моделирования подстанения пепла на 19.44 ЭТС 15 января, совмещенные с этими обработки данных ДЗЗ прибора AVHRR спутника NOA-18. То есть, мы здесь видим, что за два часа прошедших момента извержения пеплового облака переместилась на 200 км от вулкана на запад. То есть, обе модели показали довольно-таки хорошее совпадение с фактическими данными. Следующее событие это эксплуатирование извержения вулкана Шевелуч 26 января 2015 года длительностью 15 минут. Здесь также приведены результаты визуализации моделирования и совмещенные со спутниковыми данными. время время. Мы тоже видим, что за 3,5 часа прошедших метод извержений пеплового облака переместилась на 400 км в востоке от вулкана. Форма практически здесь совпадает с фактическими данными здесь и здесь. Хотя для модели FAL3D у нас несколько лучших соответствий из-за более корректных определений параметров диффузии. Еще одно событие. Здесь также видим, что за 7,5 часов облако переместилось на 300 км к югу от вулкана. Основные параметры облака также хорошо воспроизводятся обеими моделями, но при этом часть облака не покрывается модельными частицами для обоих моделей. здесь более длительное экспозивное событие. Мы тоже видим хорошее соответствие данных моделирования и спутниковых данных. Таким образом мы показали, что обе модели при использовании прогнозных данных показывают хорошее соответствие результатов моделирования со спутниковыми данными. Поэтому мы можем использовать данные результаты для уточнения некоторых параметров эксплозивных событий. На данном слайде представлен пример уточнения времени начала эксплозивного события. Это было извержение на вулкане Жупановске 12 февраля 2016 года. Он не мониторится с помощью видеокамер, и поэтому точно времени эксплозивного события у нас не было. У нас были только спутниковые данные спустя некоторое время после извержения. И используя моделирование и спутниковые данные путем варьирования времени начала извержения, данные параметры эксплозивного события были подобраны таким образом, чтобы они соответствовали фактическим данным, полученным по наблюдениям с помощью спутника. И таким образом мы определили, что начало извержения было 20 UTC. Еще один способ использования спутниковых данных и данных моделирования это пример уточнения высоты пеплового облака. То есть мы делали моделирование для разных начальных высот пеплового шлейфа и подбирали эти параметры таким образом, чтобы достичь наибольшее соответствие между этой моделированием и спутниковыми данными. Мы видим, что при высоте облака 7-8 километров у нас получается лучшее совпадение. Таким образом, мы можем заключить, что наиболее точными параметрами высоты облака является 7-8 километров. В заключении я хотел бы сказать, что в настоящее время основными направлениями работ по повышению точности моделирования является оценка возможностей моделей, которая выполняется путем проведения квалидации с использованием хорошо документированных эксплозивных событий. Также нужно повышать точность определения параметров источника, увеличение числа и качества наблюдения за вулканами, введение ограничений на неоглюдаемые параметры, грануломедрический состав, пепло, форма и плотность частиц и процесс агрегации, а также развитие методов оценки массового расхода вещества при эксплозивных извержениях. Еще одним направлением для повышения точности оперативного моделирования является разработка способов корректировки параметров модели на основе данных наблюдений в реальном времени, в том числе использованием спутниковых данных. У меня все, спасибо за внимание. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, вот вы проводили оценку, валидацию модели со спутниковыми данными в основном по расположению пеплового облака, а насколько важна валидация высоты пеплового облака? Сколько важна? Что? Немного не понял вопрос, как понять, сколько важна? То есть вы моделируете распространение пеплового облака и сравниваете потом результаты со спутниковыми данными и в основном сравниваете расположение контура пеплового облака. А насколько, я так понимаю, что… Я понял, насколько важна высота, то есть сравнивать высоты, допустим, того, что мы получаем на данной модели и данным спутниковых данных. Во-первых, есть большая погрешность при определении высоты облака из спутниковых данных. То есть это тоже надо проводить некоторую валидацию этих способов определения высот. Потом, как бы, эта форма облака, она является некоторой интегральной характеристикой. То есть эта форма, она зависит от скорости вета на личных высотах. То есть в принципе, если мы проводим моделирование, то есть распространение облака в общем, наших моделей, его форма конечная, она именно связана с этих параметров. То есть тут не нужна именно из спутниковых данных. Это, конечно, может использоваться потом дополнительно, но пока нет необходимости. в этом. Спасибо.